Музей НКВД был учрежден еще в 1989 году. В 2000-м открыт как постоянная экспозиция областного краеведческого музея. Сейчас экскурсии здесь возобновились после недавнего ремонта. В ходе ремонта мы часть площадей тоже потеряли. Раньше принадлежавшие музею, сейчас они уже не принадлежат. Но зато в оставшейся части проведен капитальный ремонт. Заменены коммуникации, теплоснабжение, канализация и так далее. То, что позволяет музею работать уже нормально. Экскурсии проводятся не так уж и часто. Хотя новые экспонаты появляются постоянно. Их приносят родственники бывших заключенных. Да и сами стены бывшей следственной тюрьмы НКВД помнят многое. В этой камере, рассчитанной на 4-х человек, иногда набиралось до 20 заключенных. Свет никогда не выключался. Надзиратель постоянно должен был видеть, что происходит в камере. Среди заключенных Томского отделения НКВД поэты, музыканты, педагоги. Из знаменитых Николай Клюев, талантливый поэт и друг Сергея Есенина. У нас все настоящее. Мария Ивановна Иванчина и совсем не обязательно идти в музей, чтобы узнать об ужасах советской тюрьмы. В ее семье вне закона были признаны 17 человек, в том числе отец и два брата. Первого у нас арестовали отца. Это в июле месяце, 4-го июля. Он работал землекопом, он неграмотный был, но был он раскулаченный. Написано, вот в деревне Сергеево, там написано, контроливационер, вся семья. 8 человек семьи, 3 человека взрослых, все контроливационеры были. Мне 4 года было, значит я уже контроливационер. Помещение музея НКВД не освещалось. Мало того, в здании бывшей тюрьмы по соседству с музеем находится зал игровых автоматов. Я говорю, здесь кровь и все полито. Здесь и город-то стонет, и пишет, и Путину писали. И везде, но никто не допускает до Путина, никто не обращает внимания. Они разобраться на местах, разобраться на местах. Я уже вот так-то говорила, пойду к креслу, наверное, бомбу с собой какую-нибудь приготовлю. Если он не уберет их отсюда. Зал игровых автоматов, возможно, скоро закроют. По крайней мере, так обещала городская дума. Однако сейчас еще можно проследить, какая дверь открывается чаще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!